В 988 году в Крыму произошло событие, значительным образом повлиявшее на развитие России. Князь Владимир крестился в Корсуне, нынешнем Херсонесе. В начале своей жизни Владимир был язычником, имел пять жен, приносил человеческие жертвы языческим богам. Но политическая ситуация на тот момент требовала объединения земель. И одним из способов сделать это было введение единобожия и отказ от племенных богов. Одно государство, один князь, один бог. Существует такая человеческая мудрость. Для того, чтобы понять, кто такой человек, нужно дать ему власть. И человек, получивший власть, ведет себя часто именно так, как он хочет. Но вот человек, получив власть, вмиг меняется. К сожалению, не так много людей, способные выдержать испытания властью. И получив власть, человек получает возможности для того, чтобы исполнить в жизни свою мечту. Какова же мечта человека? Мы видим, к чему стремятся люди в этом мире. Деньги, слава. Цель и мечта Владимира – объединение Руси. Владимир способствовал распространению христианства, строил новые города и возводил в них церкви. Конечно, совсем поменять языческое мышление народа не удалось. По сей день отголоски его живут. В православных церквях по всей стране в день крещения Руси совершаются богослужения по уставу Великого праздника. Я свящаю племена и народы, и же и владыку земли русские, князя Владимира, к свету истинной веры наставивай, и тем всю страну нашу крещением просветивай. Ровно в полдень по местному времени в каждом храме страны звонят колокола. Эта традиция получила распространение не только в России, но и в некоторых других странах постсоветского пространства.